Давайте вместе откроем 11 главу книги Бытие. Сегодня я хочу поговорить с вами о выходе из Вавилона. Что это значит? Что значит выйти из Вавилона? Интересно, что вы часто слышите это слово «Ирак, Ирак, Ирак», потому что физически Вавилон находится именно там, в Ираке. Когда армии различных стран пошли освобождать Ирак, я думаю, что это было прообразом духовного освобождения, которое мы получим, выйдя из Вавилона. Я дам вам определение Вавилона, а затем мы поговорим о Вавилонской башне. Вавилон — это замешательство по причине смешений. Замешательство по причине смешений. Вы помните историю про Вавилонскую башню? В сердцах людей возникло желание построить башню высотой до небес. Дальше произошло вот что. Когда Бог смешал язык, и возникло замешательство, родился Вавилон. Родился он в результате смешений. Когда имеют место, когда происходят смешения, тогда вы не можете принять то, что имеется в вашем сердце. Иначе говоря, Вавилон и смешение всегда будут блокировать праведность Божью в вашем сердце. Будут блокировать искупление, на которое вы имеете право. Когда имеют место смешение, то появляются люди, которые никак не могут воспользоваться тем, что было дано им. И это происходит из-за замешательства в результате смешений. Внимательно следите за ходом моей мысли. Это стратегически наиболее важная истина из всех, что я проповедовал. Усвоив ее, вы выйдете из Вавилона навсегда. А это значит, что вы сможете воспользоваться всем, на что имеете право внутри себя. Однако, для этого вы должны избавиться от смешений. Я сказал вам открыть 11 главу книги Бытие, но пока отложим это, хорошо? Сейчас мы прочтем из 4 главы Послания к Галатам. Послание к Галатам, 4 глава. Вавилон в книге Откровения — это образ мировой системы последних времен. Образ церкви-блудницы в последнее время. Мы поговорим о многих аспектах, когда дойдем до этой темы. Итак, Послание к Галатам, 4 глава. Хочется сказать обо всем, но начнем с 21 стиха. Здесь аллегория, связанная с Авраамом. Скажите мне, 21 стих. «Вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов. Одного от рабы». Обратите внимание, речь идет о рабстве. Рабство — это Вавилон. Одного от рабы, а другого от свободной. Послушайте, мы или будем свободны, или будем в рабстве. Итак, у Авраама было два сына, но который от рабы, тот рожден по плоти, или по собственным усилиям, по собственным тяжким усилиям. Этот сын был рожден по плоти, не по зависимости от Духа Святого, по зависимости от собственных усилий, а не от Иисуса. Всем это понятно. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. Итак, Исмаил был рожден по собственным усилиям. Исмаил был рожден от этой женщины, рабыни. Но Исаак был рожден свободным, от свободной женщины. И рожден он был по обетованию, по водительству от Духа Святого, а другой — по закону, по собственным усилиям. 24 стих. В этом стихе иносказание, аллегория. Это два завета. Понимаете, апостол говорит, что Агарь и Сара олицетворяют два завета. Один от горы Синайской — это завет, заключенный на горе Синай, рождающий в рабство, который есть Агарь. Итак, есть два завета. Один от горы Синайской, то есть закон, плоть, собственные усилия, дела. Тут сказано, который есть Агарь. 25 стих. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. Он с детьми своими в рабстве. 26 стих. «А Вышний Иерусалим свободен. Он — Матерь всем нам». Сейчас он говорит о Саре. Апостол аллегорически говорит о Саре, как об Иерусалиме, который свободен. И он говорит об Агаре от горы Синайской, которая в рабстве. Одна — свободна по причине обетования, другая — в рабстве по причине закона. Если вам это понятно, скажите «Аминь». 27 стих. «Ибо написано, «Возвеселись, неплодное, нерождающее, воскликни и возгласи, не мучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». Вот что это значит. Потрясающе то, что у этой женщины, не имевшей детей, в конечном итоге оказалось больше детей, чем у Агарей. И это благодаря завету, который Бог заключил с Авраамом и Сарой. И дальше, какой стих? 28. «Мы, братья, дети обетования по Исааку, скажите, я дитя обетования, Сара — моя мать, а я — дитя обетования, я не дитя рабыни, я не дитя Агари, я дитя Сары, я не дитя закона, но я — дитя сверхъестественного». Да. 29 стих. «Но, как тогда, рожденный по плоти, но как тогда, рожденный по плоти, опять-таки, я говорю не о вашем физическом теле, я говорю о собственных усилиях, я говорю о плотских делах, я говорю о тяжких усилиях». Итак, «рожденный по плоти». «Но как тогда, рожденный по плоти, гнал рожденного по духу, так и ныне». Итак, «рожденный по плоти», под законом, гонит рождённого по духу. Так происходит и сегодня. Люди, проповедующие благодать, подвергаются гонениям со стороны тех, кто не верит в благодать так, как мы. Они не верят, и они застряли в законе. Они хотят, чтобы закон сделал их святыми. Мы спасены благодатью, и вдруг я хочу, чтобы закон сделал меня святым. Вот такие люди подвергают гонениям детей обетования. Я хочу, чтобы вы поняли, ничего страшного в этом нет. Что бы ни случилось, помните, ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Апостол говорит, что рождённые в рабстве, под законом, будут гнать тех, кто рождён от духа. Но что говорит Писание? Господь от всех скорбей их избавляет их. Аминь. Хорошо. Читаем дальше. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына её, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной, никакого смешения не будет. Сын рабы никогда не будет наследником вместе с сыном свободной женщины. Итак, братья, мы дети не рабы. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободной. Поймите, что апостол хочет этим сказать. Суть сказанного в том, чтобы вы поняли, «Исмаил никогда не будет наследником вместе с Исааком». Этого никогда не произойдёт. Иначе было бы смешение. Причина, почему этого не произойдёт, в том, что если такое смешение произошло бы, тогда свободный человек не смог бы воспользоваться преимуществами своей свободы. Вы свободны не для того, чтобы снова подвергаться рабству греха. Это вы уже знаете. Вы получили свободу не для того, чтобы подвергаться рабству греха. Вы были освобождены не для того, чтобы грешить. Мы знаем, что у греха есть последствия. У греха есть неизбежные последствия. Вы были освобождены не для того, чтобы грешить. В следующей главе, в первом стихе, говорится «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». И снова «не подвергайтесь игу рабства». В нынешние времена происходят странные вещи. Есть такие люди, которые говорят «Да, ты спасен благодатью, но если согрешишь, потеряешь свое спасение». Что? Или же «Слава Богу, я спасен благодатью, но свое спасение надо совершать». Люди в замешательстве, потому что мы смешиваем. Хотим быть спасенными благодатью, но при этом хотим, чтобы святыми нас делал закон, и потому живем по нему. Вам понятно? Вы спасены благодатью Божьей, но после того, как вы спасены благодатью, вы говорите «Мне необходимо жить по закону Моисееву. Это и сделает меня святым». Нет, нет, нет. Давайте я вам скажу, что будет, если вы будете это делать, если будете смешивать. Вы спасены благодатью, но вот вы прибегаете к закону, и закон показывает вам стандарт. Вы понимаете, что не соответствуете стандарту, и начинаете испытывать вину и осуждение. Потом прибегаете к благодати, она исцеляет вас. Но вот вы снова прибегаете к закону, пытаясь через него стать святым, и снова ощущаете вину и осуждение, потому что стандартам закона вы не соответствуете. Потом снова обращаетесь к благодати. Это безумие. Но именно это и делают христиане. Они смешивают. Послушайте. Благодать Божья, после того, как вы покоритесь ей, очистит вас, она сделает вас святым. Благодаря благодати Божьей, вы, дамы и господа, просто уже не захотите делать определенные поступки. Благодать Божья учит вас праведности. Она учит вас святости. Нет такого, что «Я под благодатью Божьей, но чтобы быть святым, мне необходим закон». Благодать научит вас быть святым. Помните это местописание из послания к Титу? Благодать научит вас, как быть святым. Вам незачем смешивать закон с благодатью, с той целью, чтобы закон сделал вас святым. Какое место я сказал открыть? Вторая глава. Прочитаем 11-12 стихи. Давайте прочтем эти стихи вместе. Готовы? Читаем. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво, жили в нынешнем веке». Вы не захотите грешить. Вам не нужен закон Моисеев, поскольку у вас есть Дух Святой, который будет учить вас, как вам знать Бога. Дух Святой будет с вами. Он будет ходить вместе с вами. И вы можете доверять своему сердцу, потому что теперь ваше сердце рождено свыше. В Ветхом Завете люди не могли доверять своему сердцу, а вы можете. Дух Святой живет в вашем духе, чтобы наставлять вас и приводить во всякую истину. И Он даст вам истину о том, как вам жить свою жизнь. И она очистит. Говорю вам, благодать очистит вашу жизнь. Она очистит вас, и вы больше не будете делать то, что делали раньше. После того, как вы приняли и получили благодать Божью, ваше сердце не осталось прежним. Вам незачем беспокоить себя тем, чтобы поступать по закону Моисееву, потому что в вас Дух Божий. Получается так. Вы превозносите закон выше, чем Дух Божий, но Он напишет на вашем сердце, напишет на вашем разуме, и Бог будет вашим Богом, если вы поверите в то, что Он будет милостив к неправдам вашим, и грехов ваших, и беззаконий ваших не воспомянет более. Вот на этом вам и надо сосредоточиться. Благодать научит меня. Бог ненавидит смешение. Я правильно сказал. Он ненавидит смешение. А именно это мы и делали. Помните, как несколько недель назад я учил о Десятине? Мы взяли Десятину и смешали ее с Законом о Десятине, не осознавая, что есть Десятина при священстве Мелхиседековом, и есть Десятина при Левицком священстве. В результате, когда люди учат о Десятине, они учат о ней с точки зрения закона. А Библия говорит, с переменой священства необходимо быть переменей закона. Но вот что делаем мы. Мы спасены благодатью. Мы зависим от Духа Святого в том, чтобы Он говорил с нами, вел и очищал нас. Но затем возвращаемся к Закону и говорим людям, «Знаете, если вы не будете отдавать Десятину, то пойдете в ад, потому что раз вы обкрадываете Бога Десятину и приношениями, то проклятием вы прокляты». И это единственный способ учения о Десятине, который мы знали. «Мы спасены благодатью Божьей, пребываем под благодатью Божьей, однако учим людей согласно Закону Моисееву, и происходит много чего другого. Мы под благодатью Божьей спасены ею, но примешиваем к ней закон, потому что думаем, «Минутку, брат, доллар, подождите, а как насчет этого и вот этого?» Мы по плоти задаем все эти странные вопросы, потому что не достигли доверия Духу Святому, Духу Благодати. Вы помните, что сказано в третьей главе Книги Откровения? Давайте посмотрим примеры смешений, которые приводит Библия. Моя цель и задача — показать вам, насколько опасно для нас действовать в смешениях. Вы задумаетесь о том, что мы говорим людям. «Благодатью вы спасены через веру, не от дел, чтобы никто не хвалился, но затем совершайте свое спасение». А что это значит? Это значит, после того, как вы спаслись, Бог вложил в вас все необходимое, и теперь реализуйте, совершайте это. Но, конечно, тут не имеется в виду плотские дела с целью заработать спасение. Иисус уже все сделал для вас. И говорю вам, в этом надо занять радикальную позицию. Иисус умер за все ваши грехи и сделал буквально невозможным, чтобы вы после смерти пошли в ад, а вы не принимаете этого, потому что вы стараетесь соответствовать стандартам закона. Вы хотите быть от рабы, вместо того, чтобы хотеть быть от свободной женщины. Так потрясающе, что Иисус пришел и сделал нас праведными без наших дел. Он забрал все наши грехи, прошлые, настоящие и будущие. Потому это так потрясающе. Иисус пришел и сказал, «Более никогда не будет такого, чтобы я пренебрег вас. Я заключу с вами Новый Завет, и он будет не таким, как прежний, когда, если вы не исполняли свою часть, я должен был пренебречь вами». Об этом он и говорит. «Я заключу с вами Новый Завет, и этот Завет будет не таким, как прежний». Давайте откроем это место. Там все ясно написано. Но все равно люди не оставляют попыток действовать по Моисееву закону. Если посмотреть на то, что делают люди, то чисто законнической церкви вы не найдете. Но так часто говорят, «Ты посмотри, что ты сделал. Бог в этой области благословить тебя не сможет». И тогда на вас приходит осуждение, вина и все прочее. И это потому, что вы до сих пор не приняли преимущество происхождения от свободной женщины. «Вы продолжаете смешивать благодать с законом». Какое место я сказал вам открыть? Снова я попросил вас напомнить мне. Книга Откровения, 3 глава. Послушайте. Скажите, Бог ненавидит смешение. «Грех больше не имеет владычества надо мною, потому что я не под законом, но под благодатью. Я не буду грешить больше. Грех не имеет надо мною владычества, потому что я под благодатью, а не под законом». Нет смысла говорить, «Ты должен действовать согласно Моисееву закону, потому что закон». Дело в том, что закон совершенен, но он не может сделать совершенными нас. Закон свят, но он не может сделать святыми нас. Однако, теперь в нас живет обетованный Дух Святой. Он совершенен. И он может сделать нас такими, какими мы должны быть. Он может лепить и формировать нас согласно воле Божьей, но для этого потребуется, чтобы мы доверяли Ему. И мы должны освободиться от многих религиозных, старых, плохих учений, которые укрепились в нашем мышлении, и с которыми надо разобраться. Я понимаю, что, услышав мои проповеди, некоторые скажут, «Да этот человек просто сошел с ума». Но Бог не хочет, чтобы учили о десятине по закону, раз мы не под законом. Для чего мне учить чему-то по закону Моисееву, если я не под законом? Поймите, о чем я говорю. Вы ведь слышали учение о десятине из третьей главы книги Малахии? Вы обкрадываете Бога десятиную приношениями, поэтому проклятием вы прокляты. Послушайте, если вы придерживаетесь закона, то помните, есть благословение за соблюдение закона, но есть и проклятие за его несоблюдение. В этом-то и невыгодность жизни по закону Моисееву. Если вы исполните его, будут происходить хорошие вещи, но если нет, будут плохие последствия. Но Иисус говорит, «Нет, этого я делать не буду. Не буду я помещать вас под закон, где вы получаете благословение, если исполняете его, и проклятие, если не исполняете. Я помещу вас под благодать, и вы перестанете быть частью уравнения. Я исполню то, что обещал себе. Я сделаю это для вас, и вы получите пользу от того, что я сделаю». В этом Новом Завете у Бога есть для вас благословение, и нет проклятия. Проклятие удалено. Бог больше не гневается на вас. Если кто-то скажет вам, что Бог на вас гневается и накажет вас, это неправильно, потому что весь свой гнев Бог излил на Иисуса Христа, поэтому гнева на вас у Него не осталось. Поэтому, если кто-то скажет вам, что Бог сердится на вас за то, что вы не сделали того и этого, не верьте, потому что у Него не осталось больше гнева, чтобы изливать на вас. Весь свой гнев Он излил на Иисуса. Проклятия больше нет. Он удалил его. Вы понимаете, о чем я говорю? Люди чувствуют осуждение. Они чувствуют вину. Чувствуют себя ужасно. Они не могут достичь прогресса в благодати, не могут довериться Святому Духу, потому что продолжают смешивать благодать и закон. Всем это понятно. Бог так благ. Бог так благ. Я удивляюсь, как Он может нас так любить. Как Он может это делать? Он такой потрясающий. И знаете, какое у вас должно быть отношение? Кто бы через что ни проходил, все будет хорошо, потому что Иисус пришел, чтобы спасти мир. Он пришел спасти мир. Но мы продолжаем путать людей. Я покажу вам это. Мы остановились на книге Откровения. Книга Откровения, 3 глава. 15 стих. Это местописание вы читали много раз. О, Господи, помилуй нас. Я буду говорить медленно, с расстановкой. Буду повторять. Бог даст мне лучший способ сформулировать, и я скажу еще лучше. Ну а сейчас приступим. Откровение, 3 глава, 15 стих. Давайте прочтем 15, 16 и 17 стихи вместе. Готовы? Читаем. «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Хорошо. Хорошо. Сосредоточимся на словах. «Ты не холоден, не горяч». Многие годы люди относили слова «ты не холоден, не горяч» к делам, которые мы делаем. О, ты должен быть горячим. Ты должен гореть для Господа. Ты должен с утра до ночи служить людям. Ты должен быть горячим. Ты должен гореть для Господа. Ну а если ты не делаешь этих дел, значит ты холоден. Ты холоден. Итак, мы определяли слова «холоден и горяч» на основании дел. Вы слушаете, что я вам говорю? Теперь послушайте. Иисус сказал, «У меня нет никаких проблем с тем, что ты холоден». Поймите, что он сказал. «О, если бы ты был холоден или горяч». Он сказал, «У меня нет никаких проблем с тем, что ты холоден». И также, «У меня нет никаких проблем с тем, что ты горяч». Он сказал, «Проблема не в том, что ты холоден или горяч, а в том, что ты смешиваешь холодное и горячее. И когда ты это делаешь, то становишься теплым и вызываешь у меня такое желание». Речь не о делах. Холоден — тут олицетворяет закон. Горяч — олицетворяет благодать Божью. Закон олицетворяется словом «холоден». А благодать Божья олицетворяется словом «горячь». «Господь, напомни мне, когда ребенка отлучают от груди, это значит, что теперь он может есть твердую пищу. Ребенка больше не кормят молоком, потому что он в нем больше не нуждается. Многие годы... После я скажу об этом подробнее. Но многие годы мы говорили о том, что поскольку вы — младенец, вы — дитя, возлюбите чистое словесное молоко. Нет. Знаете, что делает вас ребенком или взрослым? Вы — дитя, поскольку были отлучены от закона. И вы становитесь взрослым, поскольку теперь готовы принимать твердую пищу. Твердую пищу от Духа Святого, от обетования Божьего. У нас есть множество христиан-младенцев, не потому, сколько времени назад они были спасены, но по той причине, что они были отлучены от закона, как ребенка отлучают от груди. А когда вы отлучены от груди, от закона, вы готовы принимать твердую пищу. Вы готовы к тому, чтобы Дух Святой вел, направлял вас, говорил вам, показывал вам путь, очищал вас, потому что вы уже не питаетесь молоком. Откройте. Скажите, Бог ненавидит смешение. Грех больше не имеет владычества надо мною, потому что я не под законом, но под благодатью. Я не буду грешить больше. Грех не имеет надо мною владычества, потому что я под благодатью, а не под законом. Нет смысла говорить, ты должен действовать согласно Моисееву закону, потому что закон. Дело в том, что закон совершенен, но он не может сделать совершенными нас. Закон свят, но он не может сделать святыми нас. Однако, теперь в нас живет обетованный Дух Святой. Он совершенен. И он может сделать нас такими, какими мы должны быть. Он может лепить и формировать нас согласно воле Божьей, но для этого потребуется, чтобы мы доверяли Ему. И мы должны освободиться от многих религиозных, старых, плохих учений, которые укрепились в нашем мышлении, и с которыми надо разобраться. Я понимаю, что, услышав мои проповеди, некоторые скажут, «Да это человек просто сошел с ума». Но Бог не хочет, чтобы учили о Десятине по закону, раз мы не под законом. Для чего мне учить чему-то по закону Моисееву, если я не под законом? Поймите, о чем я говорю. Вы ведь слышали учение о Десятине из 3 главы книги Малахии? Вы обкрадываете Бога Десятину и приношениями. Поэтому проклятием вы прокляты. Послушайте, если вы придерживаетесь закона, то помните, есть благословение за соблюдение закона, но есть и проклятие за его несоблюдение. В этом-то и невыгодность жизни по закону Моисееву. Если вы исполните его, будут происходить хорошие вещи, но если нет, будут плохие последствия. Но Иисус говорит, «Нет, этого я делать не буду. Не буду я помещать вас под закон, где вы получаете благословение, если исполняете его, и проклятие, если не исполняете. Я помещу вас под благодать, и вы перестанете быть частью уравнения. Я исполню то, что обещал себе. Я сделаю это для вас, и вы получите пользу от того, что Я сделаю». В этом Новом Завете у Бога есть для вас благословение, и нет проклятия. Проклятие удалено. Бог больше не гневается на вас. Если кто-то скажет вам, что Бог на вас гневается и накажет вас, это неправильно, потому что весь свой гнев Бог излил на Иисуса Христа, поэтому гнева на вас у Него не осталось. Поэтому, если кто-то скажет вам, что Бог сердится на вас за то, что вы не сделали того и этого, не верьте, потому что у Него не осталось больше гнева, чтобы изливать на вас. Весь свой гнев Он излил на Иисуса. Проклятия больше нет. Он удалил его. Вы понимаете, о чем я говорю? Люди чувствуют осуждение. Они чувствуют вину. Чувствуют себя ужасно. Они не могут достичь прогресса в благодати, не могут довериться Святому Духу, потому что продолжают смешивать благодать и закон. Всем это понятно. Бог так благ. Бог так благ. Я удивляюсь, как Он может нас так любить. Как Он может это делать? Он такой потрясающий. И знаете, какое у вас должно быть отношение? Кто бы через что ни проходил, все будет хорошо, потому что Иисус пришел, чтобы спасти мир. Он пришел спасти мир. Но мы продолжаем путать людей. Я покажу вам это. Мы остановились на книге Откровения. Книга Откровения, 3 глава, 15 стих. Это местописание вы читали много раз. О, Господи, помилуй нас. Я буду говорить медленно, с расстановкой. Буду повторять. Бог даст мне лучший способ сформулировать, и я скажу еще лучше. Ну а сейчас приступим. Откровение, 3 глава, 15 стих. Давайте прочтем 15, 16 и 17 стихи вместе. Готовы? Читаем. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Хорошо. Сосредоточимся на словах. Ты не холоден, не горяч. Многие годы люди относили слова «ты не холоден, не горяч» к делам, которые мы делаем. О, ты должен быть горячим. Ты должен гореть для Господа. Ты должен с утра до ночи служить людям. Ты должен быть горячим. Ты должен гореть для Господа. Ну а если ты не делаешь этих дел, значит, ты холоден. Итак, мы определяли слова «холоден» и «горяч» на основании дел. Вы слушаете, что я вам говорю? Теперь послушайте. Иисус сказал, «У меня нет никаких проблем с тем, что ты холоден». Поймите, что Он сказал. «О, если бы ты был холоден или горяч», Он сказал, «У меня нет никаких проблем с тем, что ты холоден». И также, «У меня нет никаких проблем с тем, что ты горяч». Он сказал, «Проблема не в том, что ты холоден или горяч, а в том, что ты смешиваешь холодное и горячее. И когда ты это делаешь, то становишься тёплым и вызываешь у меня такое желание. Речь не о делах. Холоден — тут олицетворяет закон. Горяч — олицетворяет благодать Божью. Закон олицетворяется словом «холоден». А благодать Божья олицетворяется словом «горяч». Господь, напомни мне, когда ребёнка отлучают от груди, это значит, что теперь он может есть твёрдую пищу. Ребёнка больше не кормят молоком, потому что он в нём больше не нуждается. Многие годы, после я скажу об этом подробнее, но многие годы мы говорили о том, что поскольку вы младенец, вы, дитя, возлюбите чистое словесное молоко. Нет. Знаете, что делает вас ребёнком или взрослым? Вы — дитя, поскольку были отлучены от закона. И вы становитесь взрослым, поскольку теперь готовы принимать твёрдую пищу. Твёрдую пищу от Духа Святого, от обетования Божьего. У нас есть множество христиан-младенцев, не потому, сколько времени назад они были спасены, но по той причине, что они были отлучены от закона. Как ребёнка отлучают от груди. А когда вы отлучены от груди, от закона, вы готовы принимать твёрдую пищу. Вы готовы к тому, чтобы Дух Святой вёл, направлял вас, говорил вам, показывал вам путь, очищал вас, потому что вы уже не питаетесь молоком. Вы помните, как в 4 главе Послания к Галатам апостол говорит, что пока вы ребёнок, вы нуждаетесь в детоводителе. Вы помните о том, что закон — это детоводитель, учитель. Вас делает ребёнком то, что вы ещё под руководством закона. Но когда вы уже не под руководством закона, когда после того, как вы приняли обетованного Святого Духа, и Он может вести вас и направлять, вот тогда вы готовы к твёрдой пище. Вот что происходит в эти времена. И вот почему нам необходимо углубиться в это. Если вы будете практиковать послушание Святому Духу в малом, то вы будете готовы слушаться Его в большом. Если вы послушаетесь Святого Духа, когда Он скажет, «Поиди на такую-то улицу и пригласи такого-то на ланч», тогда в будущем Он скажет вам, «Купи вот этот участок земли». Вы покупаете, и вот государство покупает его у вас по цене в 10 раз больше, чем заплатили вы. Понимаете, нам необходимо решить для себя, что наш успех, наш великий успех придёт от того, что мы готовы к твёрдой пище. Мы готовы быть вводимыми Святым Духом, а не законом. Нельзя смешивать водительство законом с водительством Святым Духом. И вот почему нам нельзя этого делать. Иисус сказал, «О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих». Иначе говоря, если бы ты исполнил весь закон или, по крайней мере, попытался бы это сделать, ты бы получил какую-то пользу. Если бы ты жил под благодатью, то получил бы пользу. Но вот что Он говорит, «Поскольку ты смешал их, не получишь ничего». Ты не получишь того, что предлагает закон, и не получишь того, что Дух Божий хочет сделать для тебя, потому что ты постоянно смешиваешь. Иисус и ничего больше. Так ведь верно? Иисус и ничего больше. Мы постоянно стараемся прибавить. Не могу вспомнить. Была такая группа людей, которые следовали за Павлом, когда он проповедовал. Они радовались тому факту, что спасены по благодати, но затем сказали, «Хорошо, но жить надо по закону». Но послушайте, закон-то и не был дан язычникам, он был дан евреям. Бог дал новый завет язычникам, чтобы возбудить ревность в евреях. Бог хочет, чтобы ваша жизнь была такой выдающейся, что она возбудит ревность в евреях, в результате чего они оставят закон и придут под благодать Божью, в которой живете вы. Нам следует возбуждать ревность в евреях. Но знаете, что происходит? Поскольку от нашей жизни под благодатью они не видят никакого результата, то приходят к выводу, что их жизнь под законом выше, чем наша под благодатью. Но когда они увидят, что мы Вадимы Святым Духом, когда они начнут видеть, что мы питаемы твердой пищей, когда они увидят наше послушание Богу, когда они увидят, что в то время, когда у других проблемы, мы покупаем дорогие здания по низкой цене, из-за того, что оказались в правильном месте в правильное время, услышали Духа Святого и поступили так, как Он сказал, тогда это привлечет их. И успех наш будет не из-за наших собственных усилий, но из-за Иисуса, потому что это сделал Иисус. Все это сделал Иисус. Все это сделал Он. Поэтому нам надо научиться, как доверять Иисусу. Понятно? Итак, «О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих, из-за смешений. А смешения не приносят никакой пользы». Иисус сказал, «Не проблема, если ты холоден, не проблема, если ты горяч, но поскольку ты тепл, извергну тебя из уст Моих. Холоден — тот, кто под законом. Горяч — тот, кто под благодатью». Существует система блудницы, которая есть смешение закона и благодати. Закон требует праведности. Послушайте, закон требует праведности, но благодать дает праведность. Закон требует праведности, благодать дает ее. Благодать приведет вас в место покоя, закон приведет вас в место, где надо делать дела. Иисус хочет объяснить нам это во второй главе Евангелия от Марка. Перелистните туда. Евангелие от Марка, вторая глава. Давайте прочтем. Прочтем 20 стих. «Но придут дни, когда отнимется у них жених». От Марка 2.20. «Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани. Почему? Иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Иисус говорит, что вы не можете взять ветхую одежду и смешать ее с новой. Ветхая порвется. Дальше, 22 стих. «Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надо обновливать в мехи новые». Здесь речь все время идет о недопустимости смешения. Не смешивай семена, не смешивай осла с волом, не смешивай шерсть с ольном. Все это — аллегория того, что Бог желает показать нам. Шерсть. Священники должны были носить одежду из шерстяной ткани, потому что от нее человеку становится горячо. Труды — это закон. От льна вам становится прохладно. Покой — это благодать. Писание говорит, не смешивай шерсть с ольном, не смешивай осла с волом. Потому что иначе хорошей работы на поле не получится. Не смешивай одно семя с другим. Не смешивай ветхую одежду с новой. Не вливай старое вино в новые мехи. Речь о проблеме смешения. Если мы продолжим смешивать закон с благодатью, то не сможем получить то, что благодать сделала для нас доступным. Так просто не получится. Мы не можем быть спасены законом, потому что, как я сказал, закон совершенен, но он не может сделать совершенными нас. Закон свят, но он не может сделать святыми нас. Откройте второе послание Коринфянам, третью главу. Как я понял, вы это усвоили? Хорошо. Тогда пойдем дальше. Второе послание Коринфянам, третья глава, шестой стих. Мне нравится пятый стих. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Скажите, способность моя от Бога. Не от меня, но от Бога. Шестой стих. Он дал нам способность быть служителями чего? Нового Завета. Не буквы, но Духа, потому что буква, что? Убивает. А Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славу и служение оправдания. Речь о том, что когда люди были под законом, от этого тоже была слава. Но по сравнению с тем, что есть у нас, жизнь под благодатью, обетование Духа, по сравнению с тем, наше служение оказывается более славным. Вспомните историю про Моисея. Когда он сошел с горы в первый раз, на лице его не было сияния славы. Люди сделали золотого тельца. Моисей разбил скрижали с десятью заповедями, и ему пришлось идти за другими скрижалями. Одни он разбил, поэтому ему пришлось идти за другими. Но когда он пошел во второй раз, Бог стал говорить, «Я буду милостив к вам. Я сделаю вот это». И вы видите, как происходит смешение благодати и милости с законом. Когда Моисей сошел с горы, лицо его стало сиять. Люди убежали от Моисея, потому что почувствовали вину и осуждение. Это произошло по причине произошедшего смешения. Теперь внимательно следите за ходом мысли. Вероятно, я буду учить об этом два-три раза, пока вы не усвоите. «Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славу и служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным всей стороны по причине преимущественной славы последующего. «Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее». Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лице свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Вы поняли? На лице Моисея было покрывало для того, чтобы люди не увидели, что сияние, то есть слава, исчезает. Это было умно со стороны Моисея. Он понимал, что если люди увидят исчезающую славу, то не будут делать то, что он им говорит. И на лице его было покрывало. Мне снова вспоминается Агарь, когда она была в пустыне и очень хотела пить. Вода была рядом, но причина, почему она не могла видеть ее, в том, что на лице ее было покрывало. Когда же она подняла его, то смогла увидеть обеспечение. Боже мой, когда покрывало было поднято. Понимаете, когда вы под законом, то вы не способны видеть то, что благодать уже обеспечила вам. Вы помните эту историю седьмой главы книги Иисуса Навина? Там речь идет о городе под названием Гай и о человеке по имени Ахан. Израильтяне должны были занять этот город. И по идее, задача эта была очень легкой. Победа должна была достаться без всяких усилий. На завоевание города пошла не вся армия, а две-три тысячи человек. Так все должно было пройти легко. Однако же, когда израильтяне вступили в битву, то потерпели поражение. Иисус Навин не мог понять, в чем дело. Он был в недоумении. Что вообще происходит? Он упал на лице свое, стал плакать и посыпать голову пылью. Бог сказал ему, «Встань! Израиль согрешил». А теперь обратите внимание. Проповедники обрадуются и скажут, «Верно, брат, все дело в грехе». Но речь сейчас не об этом. Да, Бог сказал Иисусу Навину, что кто-то сделал грех. Он пошел к Ахану и спросил его, «Что ты сделал?» Он сказал, что коснулся, как они это называли, заклятого. Он сказал, «Я спрятал это в земле среди шатра моего». Удивительно, что он спрятал под своим шатром. Там была вавилонская одежда, а также золото и серебро, завернутые в эту вавилонскую одежду. Серебро символизирует искупление, а золото символизирует Божью праведность. Знаете, что происходит? Когда вы берете свое искупление и свою праведность и смешиваете их с вавилонской одеждой, то вы не можете получить пользу ни от того, ни от другого. Что такое вавилон? Замешательство по причине смешения. Итак, они не могли получить пользу от праведности и искупления, потому что обернули их вавилонскую одежду. Дамы и господа, будьте свободны от вавилона. Выйдите из замешательства. Выйдите из этого замешательства. Когда вы занимаетесь самобичеванием, вы постоянно себя осуждаете. Вы считаете, что никогда не делаете достаточно и снова бичуете себя. «О, я недостаточно хорош! О, Господь, опять я ошибся в том и в этом!» Знаете, мы все ошибаемся. Это-то и делает Иисуса таким великим. Несмотря на то, что вы в своей жизни принимаете глупые решения, у вас есть Спаситель, который может прийти и привести вас в место, где даст вам обеспечение, если вы не будете смешивать благодать с законом. Если вы не будете брать закон и говорить, «Поскольку я не сделал это правильно, то, согласно закону, получу проклятие. Наверное, я что-то не так сделал, и потому проклят. Вы только посмотрите на мою жизнь». Вы должны прекратить это. Прекратите. Вы больше не в Вавилоне. Дорогие мои, вы вышли из Вавилона, и во имя Иисуса вы получили свободу, и вы под благодатью Божьей. Вы в Божьей любви. Я говорю вам, Бог любит вас. Но послушайте, послушайте меня внимательно. У греха есть последствия. Это так. У греха есть последствия. Писание говорит, «Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела». Если вы возьмете клей и склеите им два листа бумаги, то если потом вы попробуете их разъединить, бумага порвется. Почему? Потому что это – последствия связи. Поэтому, если вы с кем-то блудите, вы становитесь одной с ним. И поэтому, после разрыва, частица этой связи останется с вами. Дамы и господа, меня так утомило то, что люди занимаются самобичеванием. Конечно, этим я не хочу сказать, что вы можете жить, как вам вздумается. Вам уже понятно, что не это я имею в виду. Но я говорю вот что. Воспользуйтесь в полной мере тем, что предлагает вам благодать и любовь Божья. В то время, как вы станете бичевать себя, скажите, «Я смешиваю благодать с законом, Иисус и ничего больше». Только Иисус, потому что Иисус сделал все. Он заботится о вас. И с вами все будет хорошо. С вами все будет в порядке. Хвала Господу. Если вы покоритесь благодати Божьей, то она очистит вас настолько, что то, что вы делали раньше, вы больше делать не захотите, потому что будете понимать, как сильно Бог любит вас, как сильно Он о вас заботится. Но вы должны прекратить смешивать закон с благодатью. Мы путаем людей даже в служении. Мы вводим людей в заблуждение. Слава Богу, все ваши грехи были прощены, прошлые, настоящие и будущие. Но если согрешите, покайтесь в своих грехах. Так что из этого истина? Или Бог простил нам все грехи благодаря крови Иисуса, или же Он не простил? Понимаете, мы делали это долгое время. Достигнув какого-то уровня благодати, мы говорим, «Ну, мы не знаем, а вдруг мы что-то сделаем, и в итоге пойдем в ад?» Но вот что я вам скажу. Если Иисус понес на Себе все ваши грехи, если Он понес на Себе ваши прошлые, настоящие и будущие грехи, если Иисус все это сделал, то скажите мне, каким образом вы можете потерять свое спасение, когда Иисус совершил для вас все? Я не понимаю, не могу понять, как я могу потерять то, что Иисус абсолютно вложил в мою жизнь, при том, что я для этого ничего не сделал. Иисус это сделал, а я принял. Он сделал, а я принял. И я не собираюсь смешивать сделанное Иисусом с тем, что могу сделать я под законом. Я не буду смешивать покой Божий со своими делами. Я не буду смешивать свои усилия с миром Божьим. Эти вещи несовместимы, так ведь? Я говорю вам, Иисус сделал все, и Он хочет, чтобы вы приняли благодать в свою жизнь. Иисус сделал все. Иисус сделал все.